Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Новый звездный десант на Донбассе. Он что заразово творяет. Топишь за Путина, ну и выступай для Путина. Отменят ли Азамата Мусагалиева в Казахстане? Он поддерживает агрессивную войну. Может быть, он обдумывался. За хейт или за песню в Донбассе? Бюллетени правды, когда результат правления бункерного деда налицо. И приезд северокорейского диктатора. Смирали специалисту. На глазу пейли. Молодец. Россия входит в новую эру сказочного маразма. Победим. Шойгу с недоумением Иванушки-дурачка разводит руками. А бункерный Шизик продолжает сочинять новые сказки. Надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию. Пока ее неизменный недоимператор пытается навесить всем на уши подобную лапшу. Масштабные, амбициозные инструкционные проекты, так и в локальные, но не менее важные проекты городского развития туризма. Врет и не краснеет. Хотя, может, это проявление ментального расстройства, и дед искренне верит в то, что говорит. Мы не были никогда колонизаторами, нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. Или вот как главный скрипоносец перенакрутился, пытаясь внушить всем свои новые кремлевские манипуляции. Еще в 1957 году, вот мне фотографии показывали недавно, да, в европейские страны, вот скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно. Дети в клетках сидят, их выставляли на показ. В том числе целыми семьями и отдельно детей в клетках держали. И, естественно, далее в ход идут нарративы, которые удачно применялись на россиянах. Ну как это можно забыть? Да в Африке это никто не забудет. Да, как же это до боли знакомо. Никто не забыт, ничто не забыто. Правда, все эти памятные послевоенные слоганы, на которых играет Кремль, просто слова и рычаги современной пропаганды. Эта страница нашей истории с тем, чтобы это всегда, навсегда осталось в народной памяти. В Ордло разруха. Людей просто хватают на улице и увозят в окопы в одном направлении. Работы нет, выживайте как хотите. Зато вот если памятник открыть к какой-то круглой военной дате, всегда пожалуйста. Год назад мы открывали здесь, на легендарной Саур-могиле, восстановленный заново мемориал. И сегодня мы уже отмечаем 80 лет освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Помпезный праздник на крови и костях с заезжими недозвездами Эрефии. Здравствуй, здравствуй, командир. Кроме угадшей звезды Сани Буйнова на манеже все те же. Боевой комплект, так сказать. Лепс, Ольга Кормухина, шаман. Добавились Газманов-младший, в этот раз без батей Исаула, и Дубцова. В день этого концерта последняя была трезва. С кремлевскими лучше не шутить. За великую силу, за нашу Россию, за нас. Был и рожденный в Украине Гоша Куценко. Ответ разослонясь умело. Я отступил на шаг всего. Но пуля, что в меня летела, попала в друга моего. Ну а на патриотическом празднике должны не только все плакать. Разогрели всех на этом съезде на выезде команды КВН Камызяки. За морем и океаном живут американцы. Смотрят сериалы и бургеры едят. И верят то, что богом они избранная нация. Хоть внешне американцы напоминают нас. И как один уверены все американцы в том, что самый важный для страны их человек находится в капиталистского холма локации, где занимает в Белом доме главный кабинет. Приехали ребятки в дыру и загнали себя туда же. Вы действительно все приехали. Оно очень впечатляет. Место реально трогает за душу. Мы еще узнали много историй, связанных с этим местом. И честно говоря, когда рассказывали, были аж мурашки по коже. Местная ТВ от них, естественно, не отходила. И наговорили заезжие артисты себе как минимум на невыезд из страны агрессора и санкции. У нас было общение непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать, что главная особенность – они, как-то говорят, сердцем, что ли. Какие-то очень душевные люди. И очень приятно слышать, что даже в блиндажах есть телевизор, и они смотрят наши концерты. Это очень приятно. Да, это было бы очень приятно сегодня, нам сказал человек. И поблагодарил за настроение. Дадюживаем, конечно, далеко. Я встречаю людей, говорят, которые мы никуда не уедем. У нас нет даже никакого желания и мыслей об этом. Осознавая, что этот день для человека может быть последним. Только посмотрите на мимику угасшей звезды из сериала «Пропандитские разборки 90-х». Скажите Дюжеву, что даже в Кремле в шоке от его стараний. Это героизм в степени гениальности неповторима. Это пример всему миру, как нужно, как можно любить свою родину, жить полной душою, полной грудью. В обозримом будущем, если любители пошутить за деньги из Камызяки постараются так и дальше прогибаться, Но где-то по бескрайней заснеженной Сибири Мобильный комплекс едет баллистических ракет, А за баранкой комплекса сидит сержант Василий, Вот Вася для Амельки важнейший человек. То выйдут на такую же финишную прямую театры абсурда. И смотрят, как и все мы, сюжеты новостные И верят в то, что круче их России в мире нет. Вообще, конечно, печальное зрелище. Пушилосов с томной челюстью, подпевающие кремлёвцы. И еще вчера обсуждали, кто где и с кем в своих позорных ток-шоу. Я проститутка и мне, хочешь сказать, так. Потому что я вот здесь стояла. Я не позволила себе сесть между мамой и дочкой. А вы себе это позволили. Значит, я делаю вывод, что вы без конца ездите в их отношения. Вы не имели права сюда садиться. А сегодня надрывают горло и толкают уропатриотические фейковые речи. Киев задумал отрезать Донбасс от России. ВСУ получили приказ окружить Донецк. На пути украинских нацистов, как кость в горле, была высота 277. Абсурдное и жалкое зрелище, полное гнили и обмана. Милосердно, яростью пробил кремлевский час. Вера, отечество, истина, освобождаем. И в этой недостране Эрефии все так. Только посмотрите, как прошли там последние региональные выборы. Здравствуйте, гости дорогие! Проходите на голосование. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что здесь происходит у нас? Голосование. Голосование на остановках, бочках и бетонных колодцах. Этим на болотах уже никого не удивишь. Для Кремля главное, чтобы оно состоялось. Пацаны, экскурсия в избирательный участок. Вот. Такое вот все состояние. Иду голосовать за Единую Россию. Вот дверь, обратите внимание. Череда нарушений, явные вбросы, которые уже мало кто скрывал. Наблюдателям, которые часто жаловались на нарушение, приносили повестки прямо на избирательный участок и увозили прямо в дежурную часть перед подсчетом голосов. Думаешь, что нету? Ничего такого? Документы ваши тут? Да, номер. Все, я понял. Ольга Николаевич, присаживайтесь, пожалуйста. Адвокат? Адвокат вам будет. Требуете присутствия адвоката? Требуется. Все, требуется адвокат сам. Сложнее было с бдительными и порядочными гражданами женского пола. Их повесткой не напугать. Вот сотрудник и председатель, вот бюллетени, которые оказались лишние. Лишние, которые забыли пропечатать. Забыли пропечатать. Да, сейчас их хотели заполнить, но поняли, что они лишние. Сотрудник избавляется от бюллетений, которые были лишние, оказывается. Но не все избиратели аморфно терпели подобное. Истинное отношение к власти и происходящему сегодня в России узнали многие благодаря настоящему народному волеизъявлению. Глава Центральной избирательной комиссии РФИ Эллочка-Панфилова тоже отметила, что проделала огромную работу и сравнила себя с бурлаком, который тащил на себе всю эту рухлядь. Если что, мы про честные и прозрачные выборы на болотах. Это наш состав циклов. Мы работали, пахали так, что вот ассоциация возникла. Виктория в действующих циклах. Самый главный бурлак – это вы? Ну, так получается, да. А вы себя ощущаете бурлаком, который тянет за собой что-то важное, большое, огромное? Какие-то моменты бывают. Надо иметь, обладать огромным даром убеждения, да, повести за собой людей. Поэтому не вот иногда чувствуешь себя бурлаком. Тяжелая ноша – врать и давить на людей 24 на 7. Другое дело – строчить доносы на блогеров, таких, например, как тиктокер Даня Милохин. Я в Москве, я в Москве. Ты лох, ***, ты не можешь тут быть. Ну, как там Европа, как Дубай? Кайфуешь? Вернулся парниша на свою голову в Москву, а Мизулина тут как тут. Хочет Даньку изловить и на войну отправить. Наверное, неправильно истолковало его желание. Я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае. Выглядит эта история, как шуточная пародия на одну из русских народных сказок. Но нет, для одних это сегодня русская народная забава – угрожать и насмехаться. И позволю процитировать госпожу Мизулину, это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку. Работаем. Ну, видимо, работаем по доносам. Для других же – сказка без хэппи-энда. Бежать из страны и даже не оглядываться. И блогер спешно улетел из Москвы в Дубае. Ближе к полуночи он пересек границу в аэропорту Внуково. Пока все отходили от праздников ДНР и фейковых выборов, участникам команды КВН Камазяки прилетела «Ответочка» за их поездку на оккупированный Донбасс. Конкретно их тур по Казахстану – это три концерта КВНщиков в начале октября – уже отменили из-за резонанса, которую вызвало выступление Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова в Донецкой Народной Республике. Так что охрана отмена, не грустите, ребятки. Путин еще денег отсыпит. Получается, что у меня нет людей. Но и про Мизулину, и про выборы все давно забыли. На повестке более главный вопрос. Встреча северокорейского тирана, который движется в РФ на своем бронепоезде. Итак, момент, за которым сегодня наблюдают все мировые СМИ, конечно, и мировые политики. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ина начинается на космодроме Восточный. Мы будем с вами вместе наблюдать за каждым этапом. Я очень рад вас видеть. Мы нас вопрогавцы, да. Тем более, что такие события возбили. 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет восстановления дипотношений. Я очень рад вас видеть. Фирменные сюжеты от кремлевского зайчика Пашки Зарубина не заставили себя долго ждать. Тело хранителя Ким Чен Ина на прямой связи через микрофон в кулаке. Со своими многочисленными коллегами. Уж слишком много внимания у журналистов вызывает пояс номер один. Но нам удалось немного рассмотреть внутреннее устройство. Это вообще отдельный жанр повествования для простого Ваньки на диване. Момент, запечатленный только нашей программой. Пронзительный возглас на глазах у Путина и Ким Чен Ина. В суете и столпотворении отстал переводчик. Кричат, чтобы пропустили. От переводчика все время норовили подвинуть и отодвинуть. Все неловкости, которые случились во время этой распиаренной встречи, естественно, всплыли в интернете. Дополнительные протирания стульев для Ким Чен Ина. Оговорка переводчика, когда кипучая российская действительность превратилась... И кипучую действительность. И кипучую действительность. Оговорка, которая лучше тысячи слов описала истинное состояние дел на болотах. В момент вступления на российскую землю я почувствовал боевый дух и кипучую действительность. Такое впечатление, что товарищ Ин уже ехал по-хозяйски присматриваться, чтобы можно было выторговать у престарелого Пу в обмен на такие дефицитные ВРФ снаряды. Но на федеральных каналах все преподнесли совсем по-другому. Внезапно лимузин Владимира Путина заинтересовал Ким Чен Ина не меньше российских ракет. Это как в Катэмарболосе. Наша машина Рауру создавается. Помню, что именно наша страна была первой, кто признал... ...суверенное и независимое государство, корейскую народную департаментную республики. Когда вместо новостей фейки, когда реальность постоянно подменяется и люди продолжают жить прошлым, бункерный дед опустил свою страну на самое дно, подняться с которого уже будет невозможно. Но этого факта новая затерянная недоцивилизация еще не осознала. Российская Федерация... Российская Федерация... Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Patreon. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!